Всем привет! Вы смотрите рубрику «Это интересно», а с вами я, Настя Гднова. Так как я очень сильно люблю животных, и у меня у самой есть померанский шпиц, наша программа не смогла остаться равнодушными и не посетить прекраснейшую выставку про звезд и их домашних питомцев. Очень доброе ощущение от всех этих фотографий исходит, что не так редко встречается в нашей жизни. Любое общение с животным, наверное, о любви, в самом широком смысле этого слова. Наверное, именно поэтому так выставка и называется «У любви четыре лапы». Очень хорошее, кстати, название, и очень приятно здесь видеть половину выставки общих знакомых. Он, посмотрите, Сергей Цыгаль, он, по-моему, счастливый человек, и они прям живут душа в душу. Собаку вообще ребенок должен расти обязательно с собакой, потому что тогда он наверняка не вырастет садистом и мерзавцем. Все-таки все автоматически. Когда у тебя собака в доме, то ты должен за ней ухаживать, ты должен ее кормить, ты должен с ней гулять, ты должен ее лечить. Ты должен ее расчесывать, чистить зубы, стричь ногти, масса всего. А когда заболевает, то вообще катастрофа. Ну и со временем, естественно, собака становится абсолютным членом семьи. Тем более, если это такая собака, как у меня, которая размером с человеком и, в общем, вполне с человеческим характером. Мы завели его совершенно спонтанно, совершенно неожиданно, не собирались абсолютно. Но теперь не представляем без него своей жизни. Потому что есть такое высказывание, что каждый человек считает, что у него самая лучшая собака на свете. И каждый из них не ошибается. Вот я с этим полностью согласна. Работа адвоката очень стрессовая. Это суд, тюрьма, мне приходится ходить. Человеческая беда, несчастье. То есть это постоянно негативная энергия, ничего радостного. И вот Бенечка стала самым лучшим, как это сказать, успокоительным, да, или стрессовоключательным. Потому что я прихожу, никто так мне не радуется, как он, да. Он там лизнет тебя в нос, он тебе рад. Ну, поэтому это самое прекрасное существо на свете. Мне кажется, что собаки, вот все, чему человек пытается научиться всю свою жизнь, да, там, любить просто так, быть преданным. Не желать большего, быть благодарным. Все мы учимся, и не всегда у нас это получается. А собака всем этим обладает. Поэтому это такое лучшее творение Божье на земле, как мне кажется. Вот я сейчас вещи, которые уже на мне не сходятся, потому что это было 10 лет назад. И мы эту коллекцию делали со Светой Конаген. Вещи из той коллекции, которую мы совместно сделали, они до сих пор греют душу, особенно собачникам, потому что это такие вещи со следами собачек. И я поэтому и надела этот плащ для того, чтобы в тему выглядеть. Собачья история – это отдельно, это очень ответственно. Я думаю, что я когда-нибудь, может быть, этим займусь. Но сейчас мы делаем, например, верхнюю одежду для хозяев. Но иногда они запрос делают на то, чтобы в комплекте с их, например, дубленочкой было что-то у питомца. Это всегда очень трогательно. Идея этой выставки родилась в этой галерее, вместе с арт-директором этой галереи. И так как я снимаю животных давно, снимаю для рекламы, снимаю для благотворительных фондов. И мы подумали, что в наше время не хватает таких положительных эмоций. И я считаю, что животные – это одно из немного, то немного, что нас всех объединяет, всех людей. Я хотел просто, скажем так, добавить какой-то позитива, эмоциональность в нашу жизнь. И пригласил участвовать всех, либо своих друзей, каких-то известных, неизвестных людей, которые могут сделать такие семейные фотографии, где люди могли бы показать себя, какие они есть. Потому что они раскрываются совсем по-другому. Когда ты общаешься с человеком, либо ты еще на экране, или ты общаешься на каком-то там светском рауте, это один человек, а когда рядом с ним его собака или кошка, он совсем другой человек, он настоящий. Это было всегда интересно, эти эмоции, видеть эту дружбу, любовь между ними. Эту вот любовь, безусловную, которую животные нам дарят, я хотел презентовать. И призывать людей любить друг друга, любить своих животных так, как они любят нас. Призываю ответственность относиться к заведению животных, это первое. Потому что если вы, скажем, относитесь к этому просто как какой-то блажей, игрушкой, то это может кончиться трагически хотя бы для животного. А ваши дети или ваша семья, она на самом деле увидит плохой пример в этом. И это может сломать жизнь вашему ребенку потом. Он увидит, что можно так вот предать. Зачем вам это надо? Подумайте об этом. А если уже завели, будьте любезны, ответственны относиться к этому. Это живое существо. Оно также страдает, как ими все. Может, оно не умеет читать, но любить оно точно умеет. Я был против собаки дома, резко против. Прихожу на свой день рождения, и меня ждет малюсенький мопс. Я устроил дикий скандал, совершенно дикий. Сказал, что гулять с ним не буду никогда. Что это ответственность тех людей, кто ее принес. Все, вот просто. И через полгода это самое любимое существо стало. Казя со мной уже 8 лет, Казимет. Это абсолютный мастер-цигун. Это катопес, как я называю. Он спит 24 часа в сутки. Самая лучшая собака в Москве – это, конечно, мопс. Он не будет вас в 5 утра, чтобы бегать. Он не грызет мебель. Он всегда в хорошем настроении, если его покормили. Ну, как и я. То есть мы очень одинаковые. То есть, когда я хорошо поел, я себя хорошо чувствую. Я ни на кого не кричу. Казя меня всегда поддерживает. Захотели собачку, пообщайтесь с людьми, у которых есть эти породы. Поговорите о плюсах, о минусах. Это несложно. В Москве огромное количество собачников, хороших. Так что вам всегда поможет. Выбор породы. Жена моя. Жена моя. Вот когда мы еще женихались, она мне, как ты сказал, что мне никогда в жизни не разрешали. Большую заману. Я говорю, господи, что, что ты хуй, кого, кого. Я хочу каны. Она говорит, каны корсу сразу. Она был готов ответ. И на следующий день мы поехали купили каны корсу. Мы, ну как, мы выбрали боба. Вернее, если вы разбираетесь, то вы должны понимать, что это собаки выбирают. А не мы совсем. Ну, в общем, я отчаянно счастлив в общении с этими чуваками. Собака, ну, конечно, прежде всего ответственность, если вы собираетесь это делать. Ее надо учить, лечить, кормить. Ну, прежде всего, это все называется любить, в том числе. Ну, вот, поэтому прежде всего подумайте об ответственности. Не в шутке. Собаки никогда не предают людей. Люди предают собак. Никогда собака не предаст. Кем-каким-то бедняком и переменима. А для чего нам нужен питомец? То есть такая, да, внутренняя мотивация, осознанная. Если ребята говорят, там, поиграть, да, там, это одно. А если они говорят, допустим, чтобы он меня утешал, там, если я принесу двойку, там, из школы, есть такие детишки, там, или чтобы у меня был еще один друг, вот, да, там, пушистый хвостатый с четырьмя лапами, вот. А некоторые, единицы, конечно, ну, и единицы взрослых для этого, ну, говорят так же, говорят о том, что для того, чтобы заботиться о ком-то. То есть, ну, вот, степень ответственности, она, конечно, разная. И у детей, и у взрослых. И это чувство нужно воспитывать, да, как нас учил Сент-Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручили. И, собственно говоря, наши уроки, и вообще наш посетительский проект, вот, направлен как раз на то, чтобы менять менталитет, менять отношения, понимание, осознанность, да, другую проявлялась, чтобы она по-другому. Вот, надеюсь, со временем это получится. До новых встреч в эфире!